Девушки отдыхают Девушки отдыхают В сильнейшей краевой лиге Идут в ней на втором месте И организовали поход за Кубка На секунду представьте Каково расстояние от этой станицы До Геленджика Где проходил финал А еще учтите Что в пионере играют футболисты Из разных населенных пунктов Они так и добирались На Черное море разными группами Кто-то накануне А кто-то почти перед самой игрой Но главная загадка финала Это соперник пионера Сочинский трактор Курортники буквально ворвались В элиту краевого футбола Еще весной об их существовании Знали только очень большие Знадыки кубанских турниров Но клуб сразу заявился в высшую лигу Где шел довольно долго в лидерах Играет в тракторе В основном воспитанники Сочинского футбола Всех, наверное, интересует вопрос А почему, собственно, трактор? Создатель команды Юрий Казенов Очень оригинально придумал это название Они заявлялись на турнир Еще в 2012 году Любительская команда 5 на 5 И нам было срочно-срочно Название скинуть организаторам Чтобы сетку сделать Ему позвонили Спросили, он не знал, как назвать Мимо проезжал трактор Это не легенда Это правда так и было И он решил назвать трактор Хорошо, что ничего другое Больше не проезжало Одному, пожалуй, не хватило Этому финалу, зрителей Но сейчас такое время Что есть ограничения на посещение Тем не менее Оба клуба без поддержки не остались Пришедшие же на игру Жители Геленджика По принципу черноморского братства Болели за трактор Переживали за них Даже мальчики-болбои Подававшие мячи Мне кажется, что у трактора Больше шансов на победу Чем у пионера Так как я смотрел Ихние игры предыдущие Мне кажется, что они Лучше будут выглядеть в финале Сам матч получился Очень зрелищным и напряженным Некоторым вкатыванием Пионера в игру Блестяще воспользовались сочинцы Уже на пятой минуте Они открыли счет Не самый с виду острый Проход по правому флангу Завершился очень точной Передачей на Ливана Лого Которую двумя касаниями Прошил Вячеслава Морикоду Перепольнали эмоции От радости Не знал, что делать Такой гол очень важный Конечно же И так вышло Да, гол забили Радость Но еще вся игра была впереди Пропущенный гол, конечно Разбудил пионер Ленинградцы поняли Что соперникам шутить нельзя И пошли вперед большими силами Затем это давление Перешло в качество Капитан Белых Сергей Горелов Навесил штрафную Дальше мяч отлетел К Илье Борисову Который пробил в перекладину Мяч вылетел в поле Но, как посчитали арбитры Все-таки пересек линию ворот 1-1 Отскочил мяч Ударил И все И радостный А что от этого Конечно, гол Всегда приятно Команда выиграла Это самое главное Первый тайм так и закончился в ничью Надо отдать должное Командам Они провели очень хорошую половину встречи Которые в основном играли в футбол Кубок еще не маячил в голове И на глупости Видит споров с арбитром И потасовок Соперники не разменивались Игра достаточно интересная Много моментов С определенным преимуществом То одной, то другой команды Но это футбол Два гола забита Я думаю, зрители Которые хоть и малочисленные Им этот матч Я уверен И мне лично очень нравится А вот в тайме втором Пришлось арбитру матч Юнусу Кашко Вмешиваться в игру Желтыми и красными карточками Первым покинал поле Автор сочинского гола Ливан Лого На 57-й минуте Нападающий трактор Чтобы не допустить Быстрой контратаки Обошел в неоправданный подкат Против Рината Баратова И увидел перед собой Второй желтый свет Буквально тут же Наступило и второе Наказание за эту грубость Сергей Тумасян Подхватил мяч Недалеко от штрафного противника И неотразимо Точно пробил И что интересно И этот автор Забитого гола Не доиграл до финального свистка На 74-й минуте Сергей влетел В штрафную трактора И упал Но арбитр не поверил В истренность этого падения Показав Тумасяну Желтую карточку Которая также стала второй Сложный момент Надо всегда уметь забить Психологически Где-то сломить игрока Соперника Где-то вывести его на эмоции Где-то свои эмоции придержать Да, сегодня там Меня удалили Я считаю незаслуженно Удалили, честно сказать И как бы Ну, за симуляцию Хотя я считаю Что было пенальти Казалось бы Тут трактору и взяться за дело Тренеры даже начали проводить Атакующие замены Но через пару минут Пришлось проводить Еще одну Вынужденную За хромалу покинул поле Один из самых креативных Игроков команды Раули Берекишвили Получилось Больше была борьбы Конечно, поле позволяло Чтобы играть футбол Но, наверное, перегорели чуть-чуть У меня Я не знаю, что за травма Надо посмотреть При обследовании Борьбы не было Троса неудачно Наступило Наконец, а богеем Этого напряженного финала Стало совсем уж глупое удаление Которое заработал В компенсированное время Защитник трактора Владимир Соколов Он поспорил с боковым арбитром За банальный аут так Что главному пришлось раскошеливаться На еще один красный свет После этого стало понятно Что пионер своего не упустит Кубок Краснодарского края Впервые отправляется В небольшую станицу На границе с Ростовской областью Никогда Ленинградский район Не выиграл Кубок края Он участвовал в 2009 году В финале И проиграл 3-0 Краснодару Конечно, это на всю историю Дальше я не знаю Когда Ленинградский футбол Без таких успехов А также значимое событие Ленинградского футбола Если вы не знаете То настольный теннис Тоже игровой вид спорта Одни из самых популярных турниров По нему именно командны Есть клубы, трансферы, переходы Все как и в футболе, баскетболе И других играх с мячом Два кубанских города Краснодар и Славинск на Кубани Смело можно назвать Всероссийскими центрами Маленького тенниса Здесь рейтинговые турниры С сильными участниками Совсем не редкость Да и внутренние краевые старты Всегда проходят очень увлекательно Мы расскажем об одном из этапов Кубка края среди взрослых Он прошел в Краснодаре И собрал 56 спортсменов Из 11 кубанских муниципальных образований Чтобы провести такой турнир Кстати, нужно привлечь к работе Порядка трех десятков судей Наверняка ведь вы обращали внимание На людей, которые сидят рядом со столом И визуально просто считают очки Но на самом деле работы у них много Главное – внимательность Думаю, что напористость, что ли То есть, если он решил что-то сказать Где-то увидел действительно замечание Или нарушение Он должен стоять на своем Несмотря на реакцию другого Спортсмена или тренера Как и в любом игровом виде Здесь хватает пограничных ситуаций Самое распространенное – это попадание мяча Не на сам стол, а на его край Тут уж только арбитр принимает решение Засчитать очком Или зафиксировать аут Немало тонкостей, связанных и с попаданием мяча в сетку Вот такая толстая книжка по правилам Обычно обыватель знает И скольки партий играется До скольки очков Но в течение матча встречается Очень много нюансов Очень много мелочей Которые мы с людьми разбираем Как правило на брифинге Что вообще значит турнир среди взрослых? Это, разумеется, прежде всего возрастной ценз Выступать на кубке могут спортсмены Не моложе 22 лет Однако в настольном теннисе иногда игроки Быстро достигают хорошего уровня Поэтому по рекомендации тренеров сборной края На взрослые соревнования допускают с 13 лет И не удивляйтесь, когда увидите в сюжете Матч совсем маленького теннисиста С гораздо более взрослым Поверьте, борьба у них была серьезная Самый удивительный спортсмен приехал на кубок края Из Геленджика Андрею Шипцову скоро исполнится 47 лет Он почти 40 лет в настольном теннисе Был в командном чемпионате страны призером И, несмотря на возраст, продолжает играть с молодыми Я очень люблю сам настольный теннис Как вид спорта И он помогает поддерживать мою физическую форму Это раз Во-вторых, я же сюда не один приехал Я приехал как тренер города Геленджика У нас отделение настольного тенниса в городе Геленджике И я приехал сюда со своими детьми Со своими спортсменами Кстати, на одном из этапов кубка края Андрей Шипцов смог доиграться до призового места А еще, как вы поняли, он профессиональный тренер И старается живым примером показать все игровые нюансы своим воспитанникам Рассказали про опытного спортсмена, расскажем и про молодого Ивану Галочкину всего 14 Но он уже 9 лет занимается пинг-понгом И уже побеждал на первенстве ЮФО Случилось это после того, как Иван переехал прошлой осенью в Краснодар из Ярославля Тут намного жарче, чем в Ярославле В Ярославле сейчас 12 градусов всего лишь А здесь мы ходим в майках Город намного красивее, чем Ярославль Намного больше парков Такие случаи, кстати, совсем не редко Талантливые теннисисты с удовольствием переезжают в Краснодар из других регионов Потому что репутация нашей школы, как мы уже говорили выше, весьма прилична Здесь и тренерский состав очень сильный Да и приезжим талантом мы стараемся создавать все условия Например, Евгений Журавлеву, серебряному призеру Кубка Края 16 лет, и он только 3 года как краснодарец Чтобы учиться настольному теннису и достигать нем больших высот Евгений переехал к нам из Невиномыска Сомнения, конечно, были и было страшно Поначалу очень тяжело было Потому что, ну, как бы, 13 лет один в чешом городе Но постепенно, как бы, и друзья, и вот ребята по команде И помогли освоиться, и все, теперь все хорошо Уступил Евгений Журавлев на этапе Кубка Края только одному спортсмену Еще один краснодарец Александр Чернокнижников на групповом этапе Позволил себе вольность в виде одного поражения Но в плей-офф обыграл всех Это вообще очень интересное возвращение Пять лет назад Александр блеснул на перенстве России Выиграл бронзу и в командном, и в личном зачете Затем результаты неожиданно перестали расти И вот сейчас он снова набрал хорошую форму и готов штурмовать вершины Своё состояние я оцениваю очень хорошо Потому что прошли сборы недавно в городе Майкоп И, как бы, я себя проявил там хорошо И покатывался физически, и морально, и технически То есть, всё отлично Показывать уровень Александру Чернокнижникову будет где? У настольного тенниса может быть самый насыщенный календарь Среди всех видов спорта Оцените, только в сентябре пройдут традиционный мастерский турнир в Сочи На призы заслуженного тренера Советского Союза Алексея Барабанщикова Затем сразу там же Кубок России Потом Кубок машиностроителя в Тихорецке И на закусочку открытое перенство Краснодара Играть придётся очень много И этот этап Кубка Краснодарского края Наглядно показал, кто на что способен Это, наверное, первый турнир после предсезонной подготовки Которая сейчас пололетняя И это не основной турнир Это те соревнования, где мы можем посмотреть, кто находится в какой форме Кто готов лучше, кто где-то чуть хуже И, скажем, смотровые соревнования, где можем отследить уровень подготовки наших спортсменов Маленькие звёздочки выросли у нас в водно-моторном спорте Недавно они вернулись из Литвы с перенц мира Европы С целой россупьей кубков и медалей Они герои нашего следующего выпуска Смотрите нашу программу и удивляйтесь, как богат на таланты наш край спортивный Редактор субтитров А.Семкин